так смотрите тут я сказал то что у нас классное взаимодействие сказал тоже на замечательно все замечательно к вам вопросов нет абсолютно кто у меня на стримах сидит к своей аудитории мне нет вопросов как бы совсем условно если есть какие то мы у меня их обсудим у меня эти вопросы потом вот сгодолавы сгодовал данности шутку подъебывали что дипсо смотреть кринша аудитория кринша лалки мягко сказать было такое типа ну прикол это 100 что как бы я кринж и там и смотрят меня где девки 12-летний лол смешно прикол типа как бы было всегда на сначала это был прикол типа чё я буду ополчать 60 тысяч человек и говорит то что блять он сказал неправду ну-ка давайте-ка на него все вместе навалимся и скажем что он лох нет я так не делал я бы я сам еще был новичок на твиче я думал блин может быть они все-таки правы типа что с этим то делать я не совсем понимаю но лучше как бы промолчу но чем больше чем дальше время шло тем я больше убеждался в том что ну как бы это вообще бред какой-то чуваки учатся чуваки используя 7тв чат летит они меня слышат они меня понимают какого хуя вы до сих пор типа в говорите и и в чем дело вот эти вот еще приколы они выросли как сказать знаете какая фишка есть вот мы между пацанами сидим при к типа они прикалываются я понимаю это все фигня но когда это в течение продолжительного времени происходит как будто бы мнение какое-то складывается стереотипное правильно и тем более что ну почему конкретно ко мне даем за 14-летнюю аудиторию тик токер шиль тик токеров у моих коллег вырос онлайн в два раза типа просто так что ли с неба все упало или что почему конкретно ко мне даёб типа у меня сосредоточение есть такое ощущение что челы просто уходили от меня чтобы на них не вешали вот это вот клеймо типа потому что это позор да нихуя это не позор у чуваков своя жизнь свои интересы они могут вправе выбирать что смотреть что меня конкретно как бы как сказать сподвигнула на это 2 смс ки таких вот когда волосы телек запустил что мне стримы и когда илюха запустил своей то что типа в твиттере то что типа сколько будет тут репостов я так и что-то там сделаю почему меня это сподвигнуло потому что вовы в целом комментариев немного в телеке когда он выпустил то что типа заходи ко мне стрим там было больше комментарий чем других на постах это что типа он такой-то такой-то типа вообще нет я позор не зайду ну а я что я сделал то за что меня хотите как бы я вот это вот не понимаю да вот вот это тоже хотелось бы чтобы имелось чтобы не притесняли вот это это ключевая штука просто так сказать вот основная вещь то что приколы они получаются вылились в то что они вылились как в тезис поняли то есть вот прикол то что вода у него в 14 лет кине в обиду допустим это вылилось также как типа ну ты жирный не в обиду то есть поняли чуваку который там переживается за то что не лишний вес да ты скажешь ты жирный не в обиду тебе типа вот это тоже самое превратилось как бы у него 14 лет кине в обиду показалось что это неправильно тем более что от своих типа коллег это слышать просто еще вопрос типа почему возраст стало ключевым таким притеснением типа чё я начал смотреть братишни когда мне вообще 12 было почему чуваков так сильно задевает то что кому-то там 14 лет нахуй в чем вообще да ёб тебя тоже смотрят куча 14 лет ок ты почему я становлюсь прицелом блять мишенью для этой хуйни пошел ты нахуй но типа чел который говорит что мне сидят 14 летки кто бы там ни был в чем проблема почему типа тебя так сильно щемит что ли то что у меня сидят допустим допустим даже если сидят 14-летний товарищи кита они у всех сидят просто мне не понравилось то что всех под одну гребенку делают у меня просто есть своя аудитория она сама по себе специфичные все просто как бы я не пойду почему вот я единственное что не понимаю почему я зашел заслужил таких притеснений когда в принципе ничего не сделал плохого для ну скажем твича то есть у чуваков сидят все свои же аудитории может у кого-то больше может у кого-то меньше и все спокойно стримит ничего больше не происходит чё и почему блять меня нужно как-то в отсюда пытаться выгнать или как-то не знаю очень сильно негативно относиться не болтся сейчас я друг друга тролля за аудиторию то единственно кто обиделся на на рафляный подъем да смотри я наверное больше тебя на твиче сижу и я знаю что все друг друга троллят за аудиторию и вот как раз таки и в этом дело то что троллинг конкретно у меня вот в моей конкретной ситуации перерос в то что чуваки реально хейтят просто понимаешь просто так типа фу блять стереотип сложился фу блять у него 14 лет чел ни разу на стриме не был фу блять у него 14-летний он сам кринж просто потому что эти подъемы так сильно сложились в тезис то есть вот прям в мнение какой-то момент просто упустилась то что это подъемы это прикола а сложилось в мнение типа если бы эти подъемы приколами остались также подаем приколами они просто почему-то как-то так вышло что они переросли в то что это сложилось типа мнение стало я не трясаю может я где-то был когда-то долбоебом у меня был грешок я в прошлом вел себя ну как бы скажем так неприемлемо для ну даже для себя сейчас него типа мне в первую стало обидно за чуваков, которые просто не могут сказать, что, типа, я смотрю Диппинса, чтобы мы не сказали, типа, фу, блядь, кринж. Типа, чел. Причем, что вот этот человек, который скажет кринж, он вообще, нахуй, не в курсе, что происходит. И вот это я вылил свое я, скажем так. И первый вопрос был коллегам, которым просто попросил, так, что не делай на твиче, тебя будут хавать. Вот это тоже, да, прикольно как бы сложилось. Что еще конкретно я не делаю на твиче, меня будут хавать. Типа, я сижу на своих стримах, я трактую то, что, блядь, Мозелов красавчик, типа, ну, прикольный парень, вообще максимально, и у тебя у него прикольно, классный чат и так далее. Про ООО вообще мне не надо ничего говорить, правильно? В итоге просто почему-то получаю ответ, что я хуйло какое-то, вот, и я кринж. Причем, как факты, а не как подъебы, то есть, как факты именно. И потом, после того, как это скажут, типа, да это ж подъеб, ты чего? Потом опять выходит так, что это, типа, факт, типа, реально так. Типа, если мне говорят, что я где-то сделал неправильно, особенно те, за кем я сам слежу. Я, типа, это проанализирую, если я сделал неправильно, скажу, бля, я реально неправ, типа, я исправлюсь. Вот конкретно тут, мне кажется, неправ не я. Мы вообще большую часть вопросов обсудили с Вовой в личных сообщениях, он сказал мне, что можно делать, и как нужно себя вести, и так далее, но просто, опять же, даже в нашем диалоге складывалась такая ситуация, то, что он как будто бы не понимает то, что все изменилось. У него как будто бы в глазах картинка, которая была год назад. Типа, он до сих пор, у него до сих пор такое мнение, то, что я веду себя как долбоеб, типа, там, не могу на стриме поговорить с людьми, не могу, допустим, что-то обсудить, сказать свою точку зрения, вы мне скажете свое, мы будем этому солить 30 минут. Он до сих пор думает, что здесь как будто какой-то детский сад. Хотя, как бы, хотя, как бы он на моей стороне, как бы он мне помогает, типа, скажем так, выйти из ситуации, в которую я попал. Но он все равно не понимает то, что тут все по-другому. Братишкин про пост Диппинса. Что за хуйня? Я что, читать разучился? Да, это правда. Я очень плохо выражаю мысли почему-то, я не знаю почему. Типа, я бы говорил, как мне удобно, говорил бы это умными словами, но тогда бы меня вообще не поняли. Потому что там какие-то умные обороты, там, пиздец бы было. Поэтому пытался упростить, вышло как вышло, но хотя бы что-то понятно стало. Как бы, когда прям людей было реально... Да нет, это не я читать разучился, это чел, как еблан, пишет, ну, реально. Блядь, пиздец. Как бы, когда прям людей было реально дохуя, чё? Меня, конечно, не хотел тут какой-нибудь синтаксический, морфологический разбор делать, да? Как бы, доебаться чисто. Ну, факт. Я верю то, что у меня не совсем понятный текст, но, как бы, скажем так, хотя бы в этот раз лай получилось донести, что я хотел сказать. Вань, чё за хуйня, блядь? Ну, блядь, ладно, типа, я и в своем чате такую хуйню замечал, типа. Но, если вы помните, ну, адекватные люди, я имею в виду, то каждый раз, когда я включаю какой-нибудь трек Диппинса, который он исполняет, чаще всего половина людей, блядь, из моего чата, ну, а не половина, блядь, процент в 15, я думаю, начинает какую-то хуйню высирать. Причем, блядь, кринжовую полностью. Типа, фу, хуйня, просто заведомо, потому что это Диппинс, например. Типа, но это не только с ним так работает, это и со мной так работает, и работает со всеми, и с хозяевами, блядь, и с Эвилоном, и с кем угодно, и это проблема людей и долбоебов, кто там пишет. И, типа, я предлагаю не выписывать такой пост, и нет ничего постыдного в том, что ты смотришь стримера, который тебе интересен, блядь. Если кто-то тебя начинает осуждать за твой выбор или за твои интересы, просто берешь и говоришь, я твой рот ебал, иди нахуй, хуйсос, все просто. Так вот, смотри, в чем дело. Мне больше всего бесит, когда начинают, блядь, кидаться какашками, а ты вот братишкина смотришь, а ты вот, блядь, того-то смотришь. Ну, типа, это пиздец, и каждый друг друга хуйсос. Смотри, в чем дело, я попросил начать с малого, чисто хотя бы, хотя бы, хотя бы отказаться от, ну, вот, от того, что транслируете в первую очередь вы, то, что вот у него 14-летки, если вы перестанете это говорить, оно будет уходить на второй план. Но когда это постоянно на слуху, оно будет постоянно подниматься, и за мной будет закреплен вот этот груз, который вы сделали. Понимаете? Хоть я буду там 5 лет стримить, если вы будете каждый день говорить у себя на стримах, или каждый раз, когда будут ходить про меня речь, то, что у него там до 14-летки, они в обиду ему абсолютно. Типа, ну, 14 лет, ну, просто как факт. Оно будет тянуться за мной всю карьеру мою, понимаешь? Я конкретно вот просто от своих коллег, от своих, типа, друзей попросил, чтобы они отказались, потому что я уверен, что для них это вообще не сложно. Просто когда... Это ж, это ж, типа, все вот это все маркетинговая хуйня. Это... Ты не обращаешь внимание на то, что ты слышишь, но это влияет на то, что какую точку зрения ты составляешь. Если я буду каждый стрим запускать и говорить, блин, вкусный йогурт там любятого, блядь, каждый день, то вы просто неосознанно пойдете в один момент и купите йогурт любятого, потому что вы где-то это слышали. Вы даже не будете отдавать отчет, то, что это говорил я. У каждого стримера чат срет условно другого стримера, но есть одно то, что вот у всех. Это то, что у Диппинса 14-летки мелкие, понимаете? Вот это одно у всех просто. Это здравствуйте, блядь, это всех объединяет между друг другом. Типа, я не говорю, что я должен быть охуенным для вас. Просто конкретно хватит трогать вот этих чуваков и все. Хорошо отказаться от высказываний в сторону моей аудитории. Да не, Вань, ну тебя реально ухуйсосы смотрят. Ну это реально правда. Ну давай, как бы, ну по факту. Это шутка была нахуй. Что значит, блядь, отказаться от высказываний в сторону? Типа, чеу? Че за говно? Каждый может говорить про чью-то либо аудиторию, что угодно. Я, я объяснил только что. Песня ему не нравится, блядь. Типа, че за хуйня, блядь? Ты персона недотрога какая-то? Ты так же можешь моих типов обсуждать. Они-то потом смотрят. Так, смысл мне твоих типов обсуждать, если я, блядь, сам, как бы, в рядах этих типов. Да, да, да. Можно говорить что угодно, но нельзя выводить эту хуйню в абсолют, мешая человеку развиваться и оскорблять людей. Типа, вы, вы мне сами создали потолок, который я хуй пробью, блядь, вот с этим вот, ну конкретно на Твиче. Вы мне сами создали потолок в виде того, что у меня аудитория там кринжа и так далее, и так далее. Типа, приколами безобидными. Я, я, типа, чуваки, я говорю, опять же, я понимаю, я понимал всегда, что это подъебы. Сам мог иногда подъебать как-то вот это все. Но из-за того, что вот конкретно это такая особенная ситуация, вот эти подъебы, они превратились в мнение целое. Это прям тезис. Это прям как будто бы стало фактом. И, типа, вы говорите, что это подъеб, а потом буквально через предложение он говорит, ну это ж факт. Типа, у тебя же реально 14 летки. А потом опять, что это подъеб. Типа, в разных ситуациях, в разных контекстах по-разному все это ворочить. Я с Диппенсом дружу и считаю, что он хороший человек. Еще раз так напишешь, и я буду все твои донаты скипать, нахуй, понял? Не надо, блядь, обижать всех моих друзей. Почему тебе не похуй на меня и какие-то челы из интернета? Ну это мои коллеги, типа, это чуваки, которых я считаю в целом, как бы, ну, такими близкими, по крайней мере, в стримерском пространстве к себе людьми, понимаете? И они, типа, у нас часто бывают какие-то совместные коллаборации, они продолжают трактовать даже в шутку то, что у меня 14-летки, тем самым, блядь, потом вопросы у них учат, типа, а почему ты стримишь, у него одни 14-летки, он сам кринж. Как бы, это просто какие-то несостыковки, типа, понимаете, происходят. То есть у меня бы у самого был вопрос, а нахуй ты с ним стримишь, если у него кринж? То есть, понимаете, это за чистую монету принимается, подъёбы принялись за чистую монету в большей части аудитории, то, что у него 14-летки, он кринж, понимаете? Как бы, конечно, когда в пространстве, в атмосфере такая, в атмосфере такие настроения летают, да? То, что вокруг меня такая атмосфера создается, да как-то и становиться частью вот этого всего не хочется, правильно? Если это новичок какой-то. Типа, блядь, ещё засрут, понимаешь? Типа, я, чуваки, дружить хочу с Твичом, а не сраться постоянно, понимаете? Такое ощущение, что люди, блядь, вот высирают, как будто он такой заходит на Твич, и у него, блядь, одна кнопка, блядь, сотреть братишкина, например, или смотреть Диппинса, блядь. И он такой, блядь, да ёбаный рот! Ну не смотри нахуй! Ну всё, ну не сотри и всё! В чём твоя проблема? Это не сложно сделать, кнопку нажать. Блядь! Вы второй коммент чекнули, блядь! Короче, забейте, что я раньше сказал. Вань, я тебе просто скажу, к чему это так работает. Ты тот, как тебя комьюнити характериз... Блядь, короче, тебя, ну, твои зрители характеризуют, блядь, и вот в данном случае вот это вот, получается, вот этот кринж набрал 100 лайков, ты вот это прочитал, и ты начинаешь задумываться, что это какой-то культ ёбаный, понял? Ну вот вообще, конкретно вот за этот комит я рада, что смотрю Бессмертина, где города, что росла вместе с ним и растут до сих пор. Вопрос вообще выглядит как подъёб, честно. И вообще, как будто бы в целом это выглядит как подъёб, просто из-за ярлыка, который на мне, это воспринимается, как будто чуваки всерьёз это пишут. И я не буду отрицать тот факт, то, что есть и такие, которые подумают, что это не подъёб, реально так напишут, ну, блядь, это специфика аудитории, как бы, ну, от этого просто никуда не деться. Я не знаю, правильно ли будет людей как бы насильно смять и сказать им, как себя вести, чтобы вот так себя ведите, нахуй, потому что так здесь принято. И в чём тогда вообще уникальность аудитории? У меня просто уникальная аудитория, ёбаный в рот. Всех серых оттенков у меня вот тебе розовые. И что, я теперь буду из-за этого стыдиться? Я не хочу из-за этого стыдиться. Ай, я просто от вас прошу, чтобы вы с этим считались. Ну, блядь, вот так вышло, потому что в большинстве у меня нормальная аудитория. Типа, ну, под ваши рамки вообще она полностью совпадает. Можно сказать, что это долбоебизм, можно сказать, что это уникальность. То, что вот, типа, твоя аудитория тебя характеризует. Надо ещё понимать, что это вот, это писали те челы, которые уже год со мной. Типа, если я что-то сделаю не так, мне челы скажут, то, что ты, типа, сделал хуйню, я к ним прислушаюсь. Это то, что, хуй сёси, большинство из-за того, что у тебя большинство аудитория с ТикТока не отвечает и тоже имеет значение. Бля, у меня вся аудитория с ТикТока если уже на то пошло. Но, как бы, мы здесь пытаемся прижиться. Здравствуйте. Бля, какой пиздец, посмотрите, что они, блядь, охуеть, поняли, они, типа, это, ааа, я понял, они, типа, флешмоб сделали, поняли, из-за его поста. И мне не стыдно. Блядь, а почему это так криджово, нахуй? Я не, это так по-придурски, типа, окей, ты это прочитал, ты осознал, ты проработал это в голове, не, блядь, что сделал? Пошла в комменты, написала. Мне не стыдно. Ясен хуй, блядь, тебе не стыдно. Иди попробуй у какого-нибудь другого это написать. Тут-то, блядь, у меня может тоже не стыдно в чате моем писать, потому что здесь все, кто меня смотрит, блядь. Ты иди вот это вот, напиши у кого-нибудь другого, нахуй, посмотри на реакцию. Так ну, а ты написал это у меня. В чем-то эта проблема? Как бы я просто, понимаете, я пытаюсь понять, ну а как вообще можно найти компромисс какой-то с позицией, которая как бы вот у Ловы, то что, ну, будем считать, что он представляет Twitch-сторону. Для них это вообще полный кринж, вот это вот видеть в комментариях. Для них это вообще другой мир, для них это не круто, типа, и так далее. Для них это показатель того, кто меня смотрит, и так далее, и так далее. Как бы, как мне это делать? То есть, это даже не мне подконтрольно было. Я это написал, пост, и как бы вот такая была реакция. Что я могу с этим сделать? Потому что сейчас в чате спамят ты лучший, ты топ, ты наглядный доказательство, что все еще такое мнение. Ну а как, что я могу с этим сделать, чуваки? Как бы я понимаю прекрасно то, что вот сообщение, типа, ты лучший, забей на всех, никого не слушай, не расстраивайся. Это все характеристика того, почему на меня такое мнение идет. Ну а что я могу с этим сделать? Что мне их отвергнуть, сказать, нет, типа, чуваки, не надо мне такое писать, не смотрите меня, что, или как? Ну как бы да, у меня дохуя человек, которые меня поддерживают, несмотря на то, что происходит. У меня также дохуя человек, которые могут посмотреть на ситуацию со стороны и обсудить со мной эту ситуацию. И все это видно в чате, в одном. Типа, просто они хотят, чтобы у меня аудитория как бы вела себя как взрослая, могла посмотреть на ситуацию с разных сторон, могла мне выдать мнение, а не ты топ, не обращай на кого внимания. Вот, и как бы, типа, как будто бы поддержка для них вообще что-то чуждое. Просто я конкретно... Короче, Диппенс возмущается, что на его аудиторию пиздят. Ну это ослушать вообще не буду, интересно. Вот ты хочешь, чтобы твою аудиторию не считали милетками, то да все, но при этом же идешь на детское шоу гений. Почему-то у меня есть ощущение, что если бы Вова позвали на СТС, с Китсом тоже бы пошел, чтобы потом порофлить на стриме с чуваками с этого всего. У тебя раньше были девочки, сейчас я думаю, что у меня базированные все просто печать забей хуй. Да, как бы можно забить, но просто, просто, просто вот единственное, что от коллег, от чуваков, которые мне близки на Твиче, то есть от Вовы, там, от Илюхи, простое самое хотел бы попросить, потому что я уверен, что я могу это сделать. Отказаться просто от того, что у меня 14-летки. Перестать клеймить постоянно. Типа, я к чувакам только с респектом и к их аудитории я тоже только с респектом. И свою аудиторию я трактую то, что это нормальные чуваки, у них классный чат. В ответ я не говорю, чтобы они говорили, что я нормальный чел, у меня нормальный чат. Просто перестали говорить, типа, этот подъебный негатив. И все, вообще просто все. Хочу просто сделать подкаст, где мы это обсудим, вот поэтому там надо будет себя хорошо показать чат на этом подкасте. О, сказал, может там хоть душу излите, типа. Думаю, тут дело не в аудитории, а в том, как ты сам к ней относишься, ощущение, что тебе самому стыдно от 14-летних, поэтому тебя так задевает, какая разница, если у аудитории есть уже супер. Мне не стыдно, я просто, я просто не хочу, чтобы моих чуваков как-то кремили. Скажите, что я кринж, зачем обрамлять всю мою, всю мою аудиторию как-то, типа, иди нахуй. Типа, я пытался в начале, да, скажем так, трактовать то, что ударили по одной щеке, подставь другую, условно, да, но, блядь, челы просто это за доброту принимают за слабость. То есть, я искренне верил, то, что в мире может работать так, что, если ты как бы без хуйни, с добром, то и к тебе будут без хуйни, с добром. В итоге, надо было, блядь, кусать и рвать, нахуй, пока у меня были возможности, да, скажем так, 30 тысяч челов направить, сказать, а ну-ка вот этого уебка схавайте по-быстрому. Я наоборот говорил, то, что вот это классный тип, заходите к нему, я после стрима захожу к нему на стрим сидеть, типа, и так далее, и так далее. Короче, кринж ситуация, а не я и мой чат, вот на самом деле, вот что кринж. И никогда мой чат, и я не были кринжами, или чем-то таким извне. Кринж было то, как это в обществе, понимаете? Еще есть одна вещь, это то, что со временем все будут на своих местах, и все, кто что-то, насколько наработал, насколько наговорил, насколько наслужил, они все получат то, что должны получить. Сейчас моя совесть чиста, я не знаю, я за собой хуйни никакой не видел никогда, никого ни с кем не стравливал, говорил, что надо к чувакам хорошо относиться, потому что мне они нравятся, мне нравится, что у них там происходит. В итоге, никто не зная, что у меня происходит, все равно продолжает, типа, делать то, что, ну, бля, ладно, вроде я все сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова